Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом видео мы с вами посмотрим бесплатный плагин, который позволяет производить отложенную загрузку скриптов. Это может быть Яндекс.Метрик, Google Analytics, Facebook Pixel. Просто необыкновенное решение, которое я недавно нашел, которое я теперь буду использовать на всех сайтах WordPress, также на всех своих сайтах WordPress и всем рекомендую. То есть решилась вот эта вот глобальная проблема. Жаль, что только сейчас я обнаружил этот плагин. Во многих видео я уже говорил, что всевозможный сторонний код, внедренный на сайт, также это и Метрика код, и Google код. Они вроде подсчитывают аналитику на нашем сайте, но тем самым они тормозят сайт. Теперь это решено. Давайте посмотрим в этом видео, как он называется, как его настроить. Итак, ранее в своих видео я часто упоминал о том, что всевозможные коды, внедренный на сайт, в данном случае от всяких аналитик, Яндекс.Метрики, Google Analytics, Facebook Pixel и другие, несут двойной характер. В первом случае дают нам полезные сведения о том, кто зашел на наш сайт, когда и так далее. Но вторая сторона медали, скажем так, это ухудшение загрузки скорости сайта, что в наше время первостепенная задача сделать так, чтобы наш сайт очень быстро грузился. И раньше это было всегда проблемой. Как же так? Нужно подсчитывать аналитику, но нужно, чтобы при этом сайт не тормозил. Итак, в этом видео я вам представлю бесплатный плагин на WordPress, который сделан таким образом, что он позволяет сделать отложенную загрузку, так называемый Lazy Load, для скриптов Яндекс.Метрики, Google Analytics, смотря что вы используете. Я также на своем сайте, на рабочем сайте, вот он, видеоуроки.com, который сейчас открыт перед вами, я использовал. И теперь впредь я буду на всех сайтах WordPress и на своем сайте буду использовать данный плагин, потому что я проверил через Google PageSpeed Insight, скорость не падает, когда аналитика уже подключена через этот, соответственно, плагин. Давайте посмотрим, как найти его в админке. Я перейду плагин и добавить новый. В поле поиска вбиваю, он называется TrueLazy Analytics. Вот его иконочка. У меня он уже установлен. Вы нажимаете здесь установить и активировать. После активации у вас появится он вот здесь. Переходим сюда. Давайте разберем настройки здесь немного. Переведем на русский язык. Все замечательно. Как мы видим сразу из первых опций, что у нас это бесплатная версия. И есть возможность у автора купить про-версию с расширенными опциями. В расширенных опциях нам позволяет исключить страницы. В данном случае в бесплатной версии это сделать нельзя. Задержка таймера я оставляю по умолчанию. 5000 миллисекунд. Это 5 секунд. Здесь даже есть совместимость с плагином. То есть, если вы используете на сайте WordPress плагин кеширования LightSpeedCash, тогда здесь, наверное, надо будет поставить галочку. Я такой плагин не использую, поэтому я здесь галочку не ставлю. И что здесь хорошо? На разные вкладки здесь разбиты настройки счетчики. Смотрите, Google Analytics. Не надо вставлять громадские коды. Здесь просто можно поставить индификатор. Если вы не знаете, как это сделать, тут есть ссылочка на скриншот, скорее всего, где получить этот код. Если вы используете Google Analytics. Также Pixel Facebook, если вы используете. Дальше Hotjar. Я даже не знаю, что это за счетчик. И очень древний счетчик, который, наверное, уже многие современные сайты не используют. Это Live Internet. То есть, получается, следующая вкладка Яндекс.Метрика. Если вы используете сразу две аналитики, получается и Google можно использовать, и Яндекс. И я, конечно, не пробовал, потому что Google я не использую. Но, скорее всего, и здесь будет отложена загрузка скриптов. Вы можете в полномасштабном просто через этот плагин использовать все скрипты. И, по идее, не должен сайт тормозить. Я использую только Яндекс.Метрику. Мне это достаточно. Я видел, как реально Метрика тормозит. И с этим плагином Метрика не тормозит. То есть, как будто мы ее не используем. Переходим на вкладку Яндекс.Метрика. Здесь также нужно получить только индификатор. Сейчас я вам покажу, как его взять. То есть, не надо получать целый код Метрики с Яндекса. Дальше, вебвизор. Включить вебвизор или нет, это уже на ваше усмотрение. Не пробовал с ним. Если галочка не стоит, значит, вы не сможете отслеживать короткие фрагменты, видеофрагменты поведения ваших зрителей на вашем сайте. Как они смотрят сайт, куда нажимают. Вообще, полезная вещь. Но с ним я не пробовал. Потому что такая штука, она должна, по идее, тормозить сайт. Это уже надо смотреть. Дальше, опция пока что еще в разработке. Дальше, вот загрузка кода, используя СНД. Использовать пока мы не можем, так как она еще в разработке. Следующая вкладка, это уже рекламная вкладка, что якобы разработчик поможет ускорить сайт за определенную сумму. И вкладка лицензии. Если вы покупаете лицензионный данный плагин, то здесь надо будет вписывать ключ активации. Давайте теперь разберемся с Яндекс.Метрикой. Переходите в настройки вебмастера Яндекса, заходите в метрику. Как обычно мы получали код. Вот я сейчас нахожусь в метрике под свой сайт. Внизу обычно вот этот громоздкий код мы копировали. Какие здесь еще преимущества? Часто бывает в простых шаблонах, просто некуда вставить этот код между тегами хэд и боди. Если мы напрямую куда-нибудь этот код бы вставили, через настройки темы, после обновления темы он скорее всего слетит. То есть для многих это была, так сказать, задачка. Куда же его вставить? Приходилось какие-то плагины сторонние ставить, чтобы этот код разместить. Теперь все проще. Нам не надо код вставлять. Вот наверху есть номер счетчика. Также он вот здесь указан. Просто я скопировал номер счетчика. У вас свой уникальный, у меня свой. Просто размещаем его вот в этой области. Нажимаем сохранить изменения. Все. Метрика подсчитывается. Метрика не тормозит сайт. Мы закрываем этот вопрос и движемся с вами дальше. Для тех, кто хочет освоить Elementor Pro на профессиональном уровне, у меня есть полноценный видеокурс. Ссылку на презентацию видеокурса вы также найдете в описании под этим видео. Также есть ссылка на статью на мой сайт fedorvasiliv.com, где будет кратенькая статейка об этом плагине. И всевозможные ссылки, которые идут сопутствующие к этому видео, необходимые, я все прилагаю на сайте. А, соответственно, ссылку на сайт под видео в описании, где бы вы ни смотрели. Яндекс.Дзен, Рутуб, Ютуб и так далее. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok